Вот уже второй год в Нахабинской гимназии номер 4. В начале февраля семиклассников ждёт исторический квест, приуроченный ко дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. И вновь его организуют члены Совета школьного музея. Кому как не им знать, что изучать военную историю страны можно и нужно не только на уроках, штудируя обязательную школьную программу и решая контрольные, но и вот в таком необычном формате – играючи. Здесь всё наглядно, захватывающе и нетривиально. На каждой станции организаторы представляют презентации. Изучил внимательно, значит, без труда ответил на вопросы или выполнил задание. Цель проведения – это сохранение памяти о Великой Отечественной войне и передачи её будущим поколениям. Создание квест-игры было приурочено к 80-й годовщине Сталинградской битвы. Сама идея уже не нова, так как у нас уже есть квест-игра, посвящённая битве под Москвой. Поэтому мы решили расширить линейку наших квест-игр. Расширенный список тем самого квеста. Появилась станция, посвящённая антифашистам и военнопленным лагеря номер 27. Здесь участникам предстояло разгадать кроссворд. А в соседнем кабинете команда ломает голову над расшифровкой секретного послания, написанного азбукой Морзе. Помнить имена великих полководцев и главнокомандующих армий, безусловно, важно. Но говоря об этой битве нельзя не упомянуть главный символ сражения – монумент «Родина-мать». Ему тоже посвящён отдельный блок заданий. Правила квеста достаточно просты. Чем меньше времени занимает пребывание на станции в поисках правильных ответов, тем выше результат. Ребята с неподдельным азартом прилагают эрудицию, тренируют внимательность и открывают для себя интересные факты. Формат исторических игр в 4-й гимназии уже давно прижился. Детям легче запоминать события, даты и имена в размышлениях и обсуждениях. Тут есть элемент творчества, а это для них интереснее текста учебника.